Саламас Тармак Курмитте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня 16 декабря, День памяти. Режим Нурсултана Назарбаева называет его Днём Независимости. Но мы все прекрасно знаем, что этот день – День памяти, День жертв, репрессий молодежи в 1986 году, 16-17 декабря. А также жители Жаназени, которые пострадали от действий режима Нурсултана Назарбаева именно в этот день, в 2011 году. Для тех, кто не знает, я хочу напомнить, что 16 декабря 2011 года по приказу Нурсултана Назарбаева был проведен расстрел мирных граждан. Только по официальным данным, якобы погибло 17 человек и было ранено около 100 человек. Но в реальности жертв, конечно, во много раз больше. Уважаемые друзья, сегодня наши граждане показали очень серьезные свои претензии к власти, показали единение, хотя режим Назарбаева за неделю до 16 декабря начал организовывать репрессии, облавы. Несколько десятков активистов было задержано для того, чтобы препятствовать этим людям выйти на митинги по стране, которые состоялись сегодня по многим городам. Но в первую очередь серьезно был организован протест в Алматы и в Астане. И обратите внимание, все эти дни, всю неделю шли репортажи от активистов, которые сидели на подпольных квартирах и в которых искала власть для того, чтобы придумать какие-то им обвинения, посадить на 10-15 суток, с целью, чтобы эти активисты не могли попасть на эти митинги. Но тем не менее, сегодня я видел этих людей, которые давали интервью, репортажи разные вели в социальных сетях, они сегодня были в первых рядах. Я хочу поблагодарить этих активистов за их гражданскую активность, за их позицию, за их мужество. Безусловно, я считаю, они сделали свой большой вклад тому, чтобы этот режим в конце концов был сменен. Вы все прекрасно слышали, как последние несколько дней шли непрерывно прокурорские предостережения о том, что нельзя участвовать в несанкционированных митингах. И это делала власть в тот день, когда, по их мнению, это был День Независимости. Вы все прекрасно знаете, как проходят Дни Независимости даже в соседних странах, в странах СНГ. Там действительно, это День Независимости, это праздник, когда организовываются разные мероприятия, когда люди тысячами выходят на площадь и никому не приходит в голову места собрания людей ограждать, ставить заборы, ставить отряды полицейских или, как вот в Алматы, накануне они поставили бетонные тумбы именно около памятника на Желтых Сан. Обратите внимание, это разве День Независимости? Вчера жители Ахтау прислали видео, которое показывало, что как полиция заранее подготовилась, чтобы не было никаких мероприятий на 16 декабря сегодня. Спрашивается, чего боится Назарбайев? Он боится своего народа. И эта власть прекрасно понимает, что народ не считает это Днем Независимости. Это День Памяти. Сегодня это был не только День Памяти, это был День Гнева. Независимо от того, что власти препятствовали, заранее вылавливали активистов, вы видели, что в Алматы и в Астане было достаточно много людей. Оценки сложно сделать, потому что там были шествия, потому что было основных два места, это на Желтых Сан и около Стеллы Независимости. Но по разным оценкам было не менее одновременно от двух до трех тысяч человек. И полиция же, конечно же, сегодня просто всех снимала на камеру, для того, чтобы потом предъявить какие-нибудь сфабрикованные обвинения. Меня лично порадовала Астана, потому что традиционно 16 декабря обычно большое количество людей выходило именно в Алматы. Несмотря на то, чтобы власть разгоняла студентов, брала у них подписки, что они не будут участвовать в митингах, блокировали студентов обширить их, тем не менее сегодня именно в Астане было достаточно много людей, по разным оценкам до полутора тысяч человек. И затем группа активных граждан двинулась в сторону Ахарды. И когда они пересекли китайское посольство, в этот момент поступила команда всех задерживать. И вы видели достаточно жесткие задержания. Сегодня люди очень гневно высказывались по власти. Их ничего не останавливало. Ни репрессии, ни прокурорские предостережения. Люди открыто говорили, что этот режим 30 лет у власти и ничего не сделало для народа, что это преступный режим. Вы сегодня видели, что эта власть применяет стандартные приемы авторитарных режимов, как это было и в России, и как в Украине, неких тетушек, которые выкрикивали разные лозунги, угрожали людям. В частности, вот Талгатов Скулбеков, брат известного героя 1986 года, Хайратов Скулбекова. Этот человек, по сути дела, работает на режим, получает медали, получает деньги. Это ничтожество сегодня получило оценку от наших граждан, которые буквально его заклевали. Заклевали на место проведения митинга, где он пытался выкрикивать какие-то негативные слова в адрес тех, кто пришел на этот митинг и обещал до этого сломать ноги тем, кто придет на этот митинг. Сегодня он был такой очень мирный, напуганный, и он мог увидеть, как ненавидит народ таких тетушек власти. И такими действиями власть только ожесточает свое отношение к нему, и люди становятся более непримиримыми. Сегодня мы это видели. И вы видели, как на этих митингах люди открыто говорили «Шал Кет», «Шал Душпан», «Шал Враг». Они требовали свободы политическим заключенным. Большое количество людей требовало, чтобы Казахстан не депортировал двух казахов, которые пересекли границу, перебежали из Китая и искали защиту в нашей стране. Вы видите, что сегодня, в День памяти, все слова, гневные слова были обращены именно в сторону Нурсултана Назарбаева, не нынешнего президента Касамжимар Такаева. Наш народ разобрался, что он из себя ничего не представляет, что он человек, который просто исполняет волю Назарбаева. И все прекрасно понимают, что этот режим не Такаева, ни кого-то еще. Это режим Нурсултана Назарбаева. И поэтому весь гнев народа сегодня был адресован именно Нурсултану Назарбаеву. Наша страна не превратилась в Северную Корею именно благодаря активности нашего народа. Именно тому сопротивлению, которое вы каждый день оказываете. Вы видели, как была напугана власть, как были напуганы полицейские. Они выходили с мегафонами, озвучивали предостережения, но их никто не слышал, не слушал, их освистывали, и народ пел гимн Казахстана. Они говорили шалкет, говорили открыто. При том всем, что наши основные лозунги, которые мы предлагали озвучить нашим гражданам, мы говорили о том, что мы не забудем, не простим, не забудем Жан-Озень, не забудем события 1986 года. Все это звучало, но очень важно сегодня, что прозвучали политические требования именно к Нурсултану Назарбаеву. Именно эти лозунги и требования прозвучали снизу от самого народа. Никто им не навязывал. Сегодня главная повестка дня это смена политического режима Нурсултана Назарбаева. Поэтому сегодня звучали основные лозунги. Шалкет, шалдушпан, свободу политическим заключенным. Эти основные требования молодежь и все граждане, которые присутствовали на этом митинге, озвучивали свободно, без страха, не одевая на лица маски, они давали себе возможность снимать, они демонстрировали свое презрительное отношение к этому режиму. Сегодня молодежь пошла по улицам, сама организовала шествие. Вы видели в Астане, когда эта молодежь двигалась в сторону Ахварды. Многие не могли поверить, что это происходит сегодня. Совсем недавно многие из вас боялись просто даже показать свое лицо, произнести какие-то гневные слова в адрес власти. Сегодня немалое количество молодежи двинулось в сторону Ахварды. Так что, уважаемые друзья, я могу сказать, сегодня действительно не просто день памяти, это день гнева, когда наши люди открыто, открыто выражают свою позицию и говорят, что мы добьемся смены режима. Эта власть нам не оставила ни одной возможности, ни в виде выборов, когда можно честно избрать другого президента. Не на парламентских выборах, потому что все партии, они провластные, власть не регистрирует. Именно партии независимые, независимые от власти, эта власть отобрала у нас все инструменты. Они нам не дают возможность выходить на улицы, на митинги, на пикеты. Они арестовывают тех гражданских активистов, которые осмеливаются выразить позицию, голос народа. И вы понимаете, что режим оставил нам единственный инструмент в этом митинге. Это единственный инструмент, который позволит добиться смены этого воровского политического режима. Уважаемые друзья, вы видели, как полиция сегодня была напугана. Я размещал видео, когда группа полицейских перекрывала улицу, активисты создали массу и просто смели их. Просто смели эту группу полицейских. Я хочу напомнить, когда кто-то говорит, что полицейских много, я по этому поводу всегда говорю, не полицейских много, народу было мало. Сегодня людей было больше, и эта масса продемонстрировала свою силу. Вот представьте себе, что в Алматы живет 2 миллиона человек, а максимум, столько может мобилизовать полицейских режим, это 5000 человек. При этом нужно оголить все соседние небольшие города, районы, населенные пункты, привезти участковых, следователей и так далее. Даже при этих невероятных усилиях режим в Алматы может собрать максимум 5000 человек. В Астане 3000. В областных центрах полторы тысячи, максимум 2000. А в областных центрах живет по 300-400 тысяч, 500 тысяч человек. В Шемкенте миллион человек. В Алма-Ате 2 миллиона. В Астане миллион. Вот представьте себе, что если до 5% от этих населенных пунктов выйдут протестующие, то есть в Алма-Ате от 2 миллионов, если выйдет 5%, это 100 тысяч человек. Что такое 5000 полицейских, против 100 тысяч человек? Вообще ничто, это капля. Что такое 3000 полицейских в Астане против 50-60 тысяч граждан, которые выйдут на протест? 20-кратные преимущества. И так, по всем городам и населенным пунктам. Поэтому очевидно, что если мы добьемся 20-кратного перевеса, а именно в Алма-Ате выйдет до 100 тысяч, в Астане не менее 50 тысяч человек, этот режим падет. Мы уже 30 лет терпим этот режим. Но, уважаемые друзья, есть же простой инструмент. Нам нужно просто объединиться, решиться, и ваша жизнь начнет меняться буквально через несколько месяцев. Кардинально изменятся ваши зарплаты. Прекратится этот беспредел. Я уверен, что мы сумеем активно показать, как нужно бороться с коррупцией. И мы очень быстро покажем, что миллиарды долларов, которые власть крадет, она будет развернута в сторону нашего народа. И жизнь всей страны изменится немедленно. Для этого нужно просто объединиться, выйти до 5% в каждом городе, и все, этого режима не будет. Мы изберем народное правительство. Сначала мы изберем народный парламент. Парламент, поменяя все законы, у нас не будет должности президента. Нашей стране не нужен президент. Правительство будет избираться депутатами, которых реально избирает народ. Это реально будет ситуация тогда, когда именно народ будет источником власти. Народ будет контролировать власть. А кем мы будем избирать власть? Сегодня, я надеюсь, многие из вас убедились, что народ это сила. И поэтому нам осталось сделать немного. Нам нужно просто объединиться, просто выйти, создать 20-ти кратный перевес в каждом крупном населенном пункте этой власти не будет. В стране ресурсов достаточно для того, чтобы мы быстрыми темпами изменили развитие нашей страны и превратили ее в одну из богатейших стран мира. Мы можем. Сегодняшний день это показал Алга Казахстан. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok